Ну вот, это моя гимназия. Максим Богданович, студент Гарвардского университета, входящего в топ-3 самых престижных вузов мира. Среди выпускников Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Барак Обама. Я прошел выпускной приклад на тыдень тому. В моем классе навышается 22 человеки. Ну и так, все за них поступают на высшайшую эдукацию. Все поступают? Все, без выключения. И все за них уже ведают, что поступил в Гарвард. Мой встречный брат меня наткнил поступать. И я ему обязан, что я и поступал. И он меня вельми подтрымливал. И я вельми маудяжный был. Я никогда не решал, я поступаю в Гарвард докладно. Потому что поступать можно в некольки университетов отразу, это робится на одной плясовце. И это не складано. Просто, не, это складано. А лишь не складано робить это отразу в некольки. Я знаю, что у плясовку, на которой это робится. Команап называется, клевы затеклявлены. И на ней уже есть по пунктам доклада, что вы должны представить. Я сдавал этот экзамен по химии, по биологии и по математике. А ты летал куда-то? Не, не, это все можно сделать в Минске. То есть так вот. Выглядит запрещение сама. А вот так сертификат. И кем? Дослали разом. Такие вот прикольники. Батьки среаговали по-разному. Батька среаговал довольно спокойно. Ну и так само мне порекомендовалось успокоиться. А мать, она вельми напуженно отреаговала. Потому что первое, что я сказала, это было проверку, перепроверку. Я еще раз перепроверку. Может, ты мне что-то не докладно перекладал. Когда мне было 4 года, мы спросили у него, Максим, у тебя день рождения? Че ты хочешь? Хочу глобус. И вот этот глобус, он у нас до сих пор дома стоит. Он сказал, чтобы мы... Ты должен, должен, должен. Ничего не должен. А так как он хотел учиться, и учителям было приятно с ним, собственно говоря. Витаю. Як у вас правы? Добрый день, Максим. Все доброе. Я вот бачу, как это задание, какие по биологии, допустим, тестовые задания, они у Гробиня не идут, типа международные олимпиады. Ну, там, задание было и в Донецке. А школа может допомогти? А, да, допомогаем. Так. Веду по математике было вот столько, потому что там все на шматлях шеи. Пусть как в 8-м классе в нашем. Серьезно. Ну, может, не в 8-м, может, как в 10-м. Во всех олимпиадах я поделюсь. И что самое интересное, то он не просто держится на веру, и он пытается, а как ему доказывается. И за все дозадумывается. И вот уже урок закончился, я бы хотела побегче, а тут Максим. А вот я бы это доказывается. Вот по-народному, поэтому я не выступил. Вот это в 2-м, 6-й класс. И все равно Максим. С рамотой. С усилем не изменился. С той же тварь. Улучшение по русской мове отыграло великую роль в моем поступлении в Штаты, потому что американские университеты, они вельми ценят то, что в ушне маешь некую активную позицию в своем громадстве. Я думаю, уже прошли ты шасы, кали было не престижно разговаривать по-русску, тя, по-польску, тя, ше, як. Зараз ценится уже совсем меньше. Но вот я, кали звертаюся до людей, и шую, што я не разговариваю по-беларуску, у меня дразно ж и зде уражение, как в этом человеке, как высокоадукованным. Кали до этого, ну, я не мог разговаривать, тыпу, ось зараз одвушуся, потом поступлю в магистратуру в Стэнфорде, ше, 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 а зараз, тыпу, так, може быть, може так и зараблю. И кали ранее к этому можно было лишить мары, так, нормальной мары, то зараз гэта просто уже як план. Ну, може, не веду, там, на Марс полететь, и штось ти такое. Неким сенси зарабить так, как не толки, кали вы шукали в гугле Максим Богданович, вам сторонка с википедой про нашего письменника з'являлся, а ли сторонка про мене?